Добрый день, уважаемые трейдеры компании Markets, на связи Роман Корнев и моя ежедневная аналитика по торговой стратегии Scalping Interday на зеркальных уровнях. Давайте посмотрим, что я вам подготовил. Досмотрите видео до конца, в конце будут обсудим новости, на которых можно заработать. А сейчас давайте посмотрим торговый терминал. Британский фунт, японская иена, пробила, вышла из консолидации, стремится вверх. Но на коррекции, ждем ее внизу и в районе 152.336 ставим сделки на покупку. Евроканадец наоборот стремится вниз, очень устойчивый тренд. Единственное, что нам остается, это вот эта вот линия зеркальное сопротивление, поэтому если будет резкий отскок, то в районе 1.47.39 ставим сделки на продажу. Новозеландский доллар находится в консолидации, окружен линиями сопротивления и поддержки, поэтому в районе 0.69.52 сделки на продажу, а в районе 0.69.11 отложены ордера на покупку. Доллар и японская иена находятся в восходящем тренде после пробития вот этого тренда нисходящего. Возможно коррекция, если мы все-таки откорректируемся вниз, то в районе 1.11.518 можно выставлять отложенные ордера на покупку. Один раз уже это подтвердилось. Доллар-франк находится в консолидации, также окружен линиями поддержки и сопротивления, поэтому внизу в районе 0.92.66 ордера на покупку ставим, а в районе 0.93.04 на продажу. Евро-фунт стремится вниз, единственное, что убедительно остается нам, это вот эта линия сопротивления, поэтому если будем к ней возвращаться, то здесь отложенные ордера на продажу нам помогут заработать. Ну и золото находится в интересной волатильности, вот недавно был рост и резкое падение тут же, поэтому продавцов много достаточно, думаю, что если еще раз подойдем к линии сопротивления, то можем рассчитывать на продажу, поэтому в районе 1.779 ставим ордера на продажу. Вот такие рекомендации, теперь давайте взглянем календарь. Сегодня у нас в понедельник особо новостей нет, в Канаде вообще выходной. Завтра новости отмечены как важные, но я не считаю, что это особо важные новости. Давайте посмотрим сразу в среду. В среду ВВП по Британии, вот это возможно, волатильная новость, и публикация протоколов ФОМС по Америке. Здесь обычно хорошая волатильность. В четверг два праздника в Гонконге, на Украине, в Китае праздник двойной девятки. Можем есть рисовые лепешки, пить хризантемовое вино, но не слишком много, иначе это повлияет на нашу доходность. Ну и в пятницу тоже особых новостей нет. В целом неделя спокойная, поэтому торгуем по техническому анализу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, переходите на мой канал, смотрите также по понедельникам мои выпуски, ссылка в описании. Желаю всем успешной торговой недели, торгуйте с удовольствием, всем пока!